В настоящий момент, с подачи Алексея Дымовского, после его выступления, поднявшего необыкновенно бурную разоблачительную волну, творящегося в МВД РФ и беспредела, коррумпированное руководство страны и милиции в лице президента РФ, а также завхоза МВД, носящего погоны генерала армии Рашида Нургалиева, заговорил о необходимости реформирования указанной системы. То есть, пока Дымовский не ткнул их носом, ни до президента, как руководителя МВД РФ, ни до завхоза МВД РФ, эта мысль не доходила. Кстати, в какой еще стране мира завхозы носят подобное звание? Генерал армии. Тот же факт, что Нургалиев руководителем МВД РФ не является, подтверждает и представляющие его интересы в суде некая госпожа Чебилаева, которая в возражениях в суд от 16.06.2007 года, отвечая на мой вопрос, можно ли считать Нургалиева руководителем МВД РФ, утверждает, руководство деятельностью МВД РФ осуществляет президент РФ, а министр внутренних дел РФ, возглавляя МВД РФ, занимается организацией деятельности указанной министерства. Организация же функционирования системы, это, как известно, функция завхоза. Функция же руководителя руководства системой. Так или иначе, но после того, как Дымовский тнул их носом в то неудобо произносимое, что вышло в результате их руководства, эта парочка заявила, что они собираются реформировать указанную структуру. Столь успешно, на протяжении последнего десятилетия, на которое приходится весь срок службы Дымовского, ими же старательно и разваливаемо, чем в частности успешно в течение восьми лет занимался и нынешний пример Путин, который, очевидно, с 2012 года вновь возьмет под собственный контроль рост коррупции в МВД РФ, ни в коей мере не допуская его снижения. Кто верит в то, что те, кто внес свой несомненный вклад в развал вполне до этого функционирующего правоохранительного органа, создав из него коррупционную структуру, способную вновь заниматься обратным его реформированием, невзирая на очевидную для них опасность оказаться в результате этого в местах не столь отдаленных, причем не в Америке или благословенной Великобритании, Багамах или Карибах, а, скажем, где-нибудь на Колыме, причем не в уютных бунгало, а на нарах, прости в меня камень. К желанию примкнуть к процессу реформирования примкнула и общественная палата. В лице председателя комиссии общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы юриста Кучерены, «Так и хочется спросить. Господин Кучерена, занимая несколько лет столь важный пост, обязывающий вас великолепно знать, что творится в правоохранительных органах, деятельность которых вы были призваны контролировать, почему вы и вуз не дули, пока майор Дымовский не выступил с указанным обращением, где вы были до этого и чем занимались?» «Я вас видел радеющим за беды женщины, у которой во Франции по закону той страны отняли ребенка. Вы что, призваны контролировать правоохранительную и судебную систему Франции? Я вас видел радеющим за счета беды, где можно было хорошо пропиариться. Но занимались ли вы прямыми своими обязанностями? Вы предлагали президенту Российской Федерации создать мощные структуры, целые институты, которые наблюдали бы за соблюдением прав человека и гражданина в таких странах, как США, Великобритания, та же Франция, Швейцария и иже с ними. Но вы и в упор не замечали нарушение прав граждан в России, в том числе нарушение прав сотрудников правоохранительных органов. В свое время я, нисколько не надеясь, что вы мне поможете, скажем, в исследовательских целях, также обращался к вам со своим казусом, что он оказан за то, что не совершал преступления, спрашивая вас, как вы к этому относитесь. И если считается подобное невозможным в правовом и демократическом государстве, то что вы собираетесь предпринять? Писал я о проблемах всех сотрудников правоохранительных органов. Вы помните свой ответ? Мое обращение было перенаправлено вами в орган, чьи действия я и обжаловал, и с которым связываю все свои беды. То есть в насквозь коррумпированную, в чем я вполне убежден, Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Очевидно, чтобы те, по чьей вине я оказался уволенным только за то, что не совершал указанных преступлений, могли позорасывать, что в «правовом» государстве, управляемом ныне доцентом Медведевым, кривдо торжествуют над правдой, и что ее гражданам справедливости искать совершенно негде. Вам не кажется, как юристу, что перенаправляемое обращение в орган, чьи действия я обжаловал, вы грубо нарушали не только требования федерального закона номер 59 от 2 мая 2006 года о порядке разноматрения обращения граждан, но и требования статьи 33 Конституции Российской Федерации, которые в вышеуказанном законе и разъяснены, или для вас, главное, отфутболить. А что же вам делать со статьей 2 Конституции Российской Федерации, провозглашающей, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, или статьей 1, что Российская Федерация есть демократическое, федеративное, правовое государство, признать их недействующими, лжевыми и медитационными, предназначенными для создания благоприятного облика России за рубежом, чтобы ее лидеры там могли быть рукопожатыми? Господин Кучерена, вы помните, что я к вам обращался дважды. Допустим, в первом случае вы проявили невнимательность, что-то до вас не дошло. Во втором обращении я акцентировал ваше внимание на том, что вы не пожелали заметить в моем первом обращении к вам. А именно, на заведомой преступности нормативных документов, опубликованных за подписью руководителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Чайки и руководителя Следственного комитета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации Бастрыкина. Я обращал ваше внимание, что данные подзаконные акты за подписью указанных руководителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации фактически отменяют требования ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, что уже надо квалифицировать как совершение ими преступлений, предусмотренных ст. 293 и 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведь они своими подзаконными актами фактически вывели из-под угрозы привлечения к уголовной ответственности за совершение заведомых преступлений, направленных против интересов государственной службы и против правосудия прокуроров, следователей, судей, тем самым разрушив надежды граждан на справедливое правосудие. То есть эти два деятеля Генеральной прокуратуры Российской Федерации своими актами фактически отменили права и свободы граждан, о которых говорится в ст. 46 основного закона. Бессмысленность обращения к гаранту прав и свобод человека и гражданина Конституции Российской Федерации очевидна. Ведь он в стаме своих доверенных лиц не раз ставил судей Василиостровского суда в известность, что он президент Российской Федерации ни на что не способен. Никаких механизмов вмешательства в деятельность Генеральной прокуратуры Российской Федерации, если это нарушает права и свободы граждан, у него нет. С чем судей Василиостровского суда с ним постоянно и охотно соглашались? Таким образом, можно утверждать, учитывая, что судебное решение – это авторитетный и окончательный судебный акт, обязательный для исполнения на всей территории России, что президент Российской Федерации фактически не только самостоятельно сложил с себя свои конституционные обязанности, предусмотренные частью 2 статьи 80 основного закона, но что и суд ему официально запретил выполнять функцию гаранта прав и свободы человека и гражданина Конституции Российской Федерации, с чем президент Российской Федерации также согласился, не обжаловав указанные судебные решения, высланные Василиостровским судом Санкт-Петербурга в его адрес. Может быть, вы помните, с какой радостью, никак не отреагировав на вышеизложенное, Вы ответили мне, что в Вашу обязанность не входит давать доктринальное толкование дуром ГПК Российской Федерации, когда я обжаловываю Вам действия той же Генеральной прокуратуры Российской Федерации, категорически не желавшей считаться с тем, что к части 3 статьи 377 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не применяются ограничения, указанные в части 2 статьи 376 ГПК РФ, на что еще указывал в своих комментариях ГПК Российской Федерации юрист Данилов. Или, может быть, Вы сомневаетесь в компетенции как юриста, указанного автора комментариев ГПК Российской Федерации? Так что же Вам мешало высказаться по этому вопросу? И вообще, где Вы были? Почему Вы поддержали утверждение Дымовского, что подобное МВД Российской Федерации не жизнеспособно, только после того, когда эта мысль с подсказки Дымовского дошла до президента Российской Федерации? Неужели Вы способны на что-то только после указки президента Российской Федерации или премьер-министра? Тогда зачем Вы вообще нужны? Зачем вообще необходимо должностное лицо, не способное действовать самостоятельно и лишь способное имитировать какую-нибудь деятельность? Как Вы думаете, кто после этого будет доверять тому проекту реформирования МВД Российской Федерации, которое выйдет из-под Вашего пера? Про президента Российской Федерации и завхоз на Ругалиева я уже не говорю. На этих вопросах я позволю закончить вторую данную часть выступления, но в дальнейшем, если удастся, то есть если не посадят по какому-нибудь фальсифицированному делу, как Дымовского, хотел бы проанализировать, что мы строили и, наконец, почти через сто лет после ноября 1917 года построили. На чем основывается мое убеждение, что страной правят преступники, возглавляемые Путиным и Медведевым? Побеседовать, насколько прав председатель Конституционного суда Зорькин, реанимировавший теорию образца, от которой отказались во всем мире. Смотрите его статью в российской газете за декабрь прошлого года. Правда ли, что, как утверждает Зорькин, Дымовский покусился на наше все, на основе государственности, стоящей на краеугольных камнях Конституционного суда РФ и МВД РФ, побеседовать, чем маршалы Зорькина, работающие в Конституционном суде РФ, отличаются от маршала Тухачевского, применившего и ПРИД, удушающие газы против крестьян Тамбовщины. Почему Дымовский, если предположить правоту Зорькина, что майор покусился на основе государственности, намного полезнее для России, чем маршала Конституционного суда? Ответить на вопросы Зорькина, поставленные в той же статье, кем являются нынешние судьи Конституционного суда РФ, маршалами или официантами, так как сам Зорькин явно в этом вопросе запутался, и таким образом ответить и на невысказанную Зорькиным часть вопроса, кем он является сам, генералиссимусом или метродотелем. Поделиться наблюдением, почему врущие нам во время инаугурации президенты Путин и Медведев могут не складывать пальцы к кукишам, принося клятву на Конституции защищать права человека и гражданина. Поделиться на примере своих судебных тяжб с президентами Российской Федерации, со ссылками на имеющиеся у меня на руках доказательства, возражения доверенных лиц президентов Путина с Медведевым, представляющих интересы в суде, как наши президенты и юристы, борцы с правовым нигилизмом, трактуют требования части 2 статьи 80 Конституции Российской Федерации, обязывающих их защищать права и свободы человека и гражданина, быть их гарантом. Выясним, имеют ли указанные лица хоть малейшее представление о собственных полномочиях, которые позволяли бы им принимать какие-либо меры для восстановления граждан в их нарушенных правах. Узнаем, как главное правовое управление президента Российской Федерации трактует статью 11 Конституции Российской Федерации, гласящую, что президент Российской Федерации осуществляет государственную власть в стране, утверждая, что несмотря на разъяснение статьи 10 Конституции, из каких ветвей состоит государственная власть, фактически эти нормы запрещают президенту Российской Федерации вмешиваться в действия ветвей власти. То есть, когда президент Российской Федерации на основании закона о статусе судей в РФ назначает последних своими указами на должности, когда он предлагает реформировать МВД Российской Федерации, орган исполнительной власти, когда он инициирует принятие закона в Государственной Думе Российской Федерации или накладывает вето на принятие указанным органам нормативные правовые акты, то, как инструктируют доверенные лица президента Российской Федерации Василия Островский суд Санкт-Петербурга, он тем самым совершает преступление, предусмотренное статьей 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, превышение должностных полотномочий, так как никакими властными полномочиями, позволяющими ему вмешиваться в преступную деятельность ветвей власти, наш президент Российской Федерации не располагает. Поговорим об оценке моральных и деловых качеств президентов Российской Федерации их собственными доверенными лицами. Задумаемся, почему доверенные лица президента Российской Федерации в своих возражениях фактически упорно на протяжении нескольких лет убеждают Василия Островский суд, что лица, чьи интересы в суде они представляют, полное ничтожество, вынужденные постоянно лгать своему народу, как во время принесения присяги на инаугурации, так и ежедневно, во все время своего президентского, жаль, что не тюремного срока. Поговорим про лошад полномочий президента Российской Федерации на его официальном сайте, распространяемую сведомо гарант о прав и свободе человека и гражданина. О том, почему, имея высшее юридическое образование, будучи даже доцентом, президент Российской Федерации всерьез полагает, что нормы Конституции Российской Федерации могут отменяться любыми подзаконными актами, включая, например, федеральный закон номер 59 от 2 мая 2006 года, регламентирующий порядок работы государственных органов с обращениями граждан. Войдя на официальный сайт президента Российской Федерации, вы сами можете убедиться, что Медведев Дмитрий Анатольевич отказался быть гарантом прав и свобод, представленных гражданином страны, статьей 46 основного закона, входящий, между прочим, в главу Второй Конституции, о заглавленную права и свободе человека и гражданина. При этом он ссылается на запрет, якобы распространяющийся на него, гаранта прав и свобод человека и гражданина, содержащийся в нормах федерального закона номер 59 от 2 мая 2006 года, утвержденного его предшественником Путиным. Поговорим об Институте Уполномоченного по правам человека в России, а именно о Владимире Лукине. Нужен ли России подобный омбудсмен, который в основном лишь имитирует заботу о правах человека, трактуя действующее законодательство таким образом, что обращения граждан, поступающие во его орган, могут стоять в очереди на рассмотрение годами, без всякого ответа с его стороны, который откровенно искажает норму права для защиты своего бездействия и возможности ущемления самим омбудсменом прав и свобод человека и гражданина, предусмотрены статьей 33 основного закона, будучи твердо уверенным, что коррумпированное судейское сообщество всегда поддержит бессовестность главного омбудсмена страны. В свое время я просил Васлеостровский суд Санкт-Петербурга в сентябре 2006 года признать, что омбудсмен страны обладает моралью, нравственностью, справедливостью, способен признать свою неправоту и принять меры по защите прав человека и гражданина. Судом не было в этом отказано. Кассационная инстанция городского суда оставила решение Васлеостровского суда без изменений. Вопросов к наним действующему омбудсмену страны больше нет. Отдельная передача или текстовый документ будет посвящен лидерам стран Большой Восьмерки. Их моральной ответственности за тот беспредел, который творит Московская Кремлевская хунта в отношении своего народа. В сталинскую эпоху Запад выходил из поразившего их кризиса за счет России. О политике Запада отлично знали, что экономическая депрессия преодолевалась частично благодаря советским заказам оплаченных кровью крестьян, у которых отнималось все до последнего зернышка, что приводило даже к случаям каннибализма. Вспомните фильм «Штрамбат» и «Воспоминания вора в законе», которого так блестяще сыграл недавно трагически погибший актер Юрий Степанов. Дональд Рейнфилд в своей блестящей монографии «Сталин и его подручные», опубликованной в России в 2008 году, в которой, в частности, он отмечал схожесть двух эпох, сталинской и путинской, утверждает, что остальной мир это нисколько не волновало, так как этот остальной мир относил российское крестьянство к низшей расе. Граф Николай Толстой рассказал в конце прошлого столетия об отношении Чемберлина к русским, практически спавшим Великобританию от гибели, так как если бы та не надеялась на вступление СССР, то есть варваров по своему восприятию, в войну с Германией, то давно бы последней сдалась. Свой сговор со Сталином о выдаче русских, бежавших от революции 1917 года на Запад, что вовсе не предусмотрено решениями Ялтинской конференции, Чемберлина объяснил просто, ничего страшного не произойдет, если одни варвары уничтожат других, и без вина погибли миллионы русских. За эту правду Великобритания приговорила графа Николая Толстого к миллионным штрафам и кинулась уничтожать документы, которые могли бы подтвердить факт ее престолного сговора со Сталином, направленного на уничтожение русского народа. Недавно Украина заявила о геноциде, но Запад ее не поддержал, так как он великолепно знал, что нельзя в этом было бы обвинить одну Россию, не обвиняя Запад. Десятки миллионов уничтоженных в концлагерях СССР не только на совести Сталина и его клики, но и таких представителей западной элиты, как Луи Арагон, Ромен Рлан, Леон Фехтвангер, Бертольд Брехт, Джордж Бернард Шоу и Герберт Уэллс. Все они посещали СССР, присутствовали на банкетах, устраиваемых в их честь. Непосредственно сами видели, что в стране Советов творится, но предпочитали молчать. Если бы они решили не врать, чем бы они рисковали? Однако они сами предпочитали подлизываться к Сталину и врать безнаказанно. Из левого крыла западных писателей Ягода смог навербовать целый хор, чтобы льстить Сталину. Отношение современных лидеров западных демократий к России, к ее населению, ни в чем не изменилось. Они по-прежнему относятся к народу России как к варварам, необходимым лишь для добычи сырьевых ресурсов. Ведь эти ресурсы, добываемые варварами, позволят западным демократиям повысить благосостояние собственного населения, выйти из экономического кризиса, вновь поразившего западную цивилизацию. Лидеры западных стран спят и видят, как бы природное богатство России объявить общим достоянием всего мира. Ну а народной России тот явно лишний. И они не могут не умиряться успехом Путина и Медведева в уничтожении своего народа, благодаря которым тот по продолжительности жизни скатился на 189 место в мире. Виновны ли в этом лидеры западных демократий? Ровно в той же мере, что и в сталинскую эпоху. Не только нынешние варки России, плоть от плоти варки 17-го года, безразличие к народу России и неравнодушие к ее богатствам, то общее, что объединяет лидеров Запада 30-40-х годов прошлого столетия с их нынешними преемниками. Призывы к демократии и либерализму при общении к миру общеевропейских ценностей ими используются как стеклярус в обменных операциях с дикарями. Однако единственное, что их заботит лес России, нефть России, газ России, золото, алмазы России, а также желание превратить Россию в общемировую свалку радиоактивных отходов, на что уже дало свои согласия наше продажное правительство. Могут ли лидеры Большой Восьмерки, минус Путин с Медведевым, предпринять шаги, направленные на вхождение России в состав цивилизованных, то есть некоррумпированных или умельно коррумпированных государств? Безусловно, да. Захотят ли практически уверен, что нет? В 90-х годах прошлого столетия вы учили наших нынешних лидеров воровать. Они оказались способными учениками. Сейчас вы можете создать, если бы захотели, общемировую полосу отчуждения вокруг воров, которые разграбили и продолжают грабить Россию, обрекая ее стариков и старух на нищенское существование. Вы могли бы сообщить в СМИ гражданам своих государств, кто из крупных российских воров, входящих в ее правительство, посетил ваши страны, сколько награбленных средств хранится ими в ваших банках, в ваших странах и на каких счетах. Вы могли бы оповестить своих и наших граждан, с какой зарплаты наши государственные чиновники умудряются приобретать у вас дворцы, виллы, замки, содержать многочисленную пресс-клубу, кто из наших политиков и приближенных к ним воров-олигархов приобрел у вас предприятия, средства СМИ, футбольные клубы. Напомнить футболистам Челси, что их зарплаты выплачиваются из средств, похищенных из карманов российских граждан. Вы все это бы могли, но зачем? Ведь не для этого вы учили наших нынешних лидеров, как им лучше грабить свою страну и укрывать похищенное в банках Запада. Я понимаю, насколько это нежелательно для вас, ведь данная информация помогает вам манипулировать нашими миллиардами. Именно в этом можно найти объяснение, что сотни миллиардов долларов российского резервного фонда работают на экономику США, а не на экономику России. В связи с этим, безусловно, придется вспомнить, какая связь между министром финансов России Кудриным и бывшим сотрудником ЦРУ Кракараном, некогда возглавлявшим в Санкт-Петербурге агентство по недвижимости Интероксинитал, через которое сотрудники корпорации 20-й Трест рассеряли в центре города на итальянскую квартиру, которая оказалась впоследствии в собственности Кудрина. Таков небольшой анонс. Надеюсь, что у меня будет возможность обо всем этом проинформировать вас. На этом завершаю вторую часть своего выступления. Продолжение следует...